Правильного питания не существует. Мы ничего не усваиваем, мы ничего не получаем, но мы получаем воспаление. Кура, грудка, гречка, рис, что-то такое. Это из разряда невкусно и грустно. Ни одно живое существо, кроме человека, не пьёт молоко во взрослом возрасте, особенно молоко других видов. Какой вкусный хлеб! Что? Вот как? Да пожилым людям надо в разы больше белка. Ну что, Марин, снова здравствуйте, что называется. В прошлой серии диалогов о здоровье мы с тобой подняли очень важную тему. Если кто-то, кстати, не посмотрел, обязательно посмотрите это видео. Мы разговаривали о похудении, о правильном похудении, которое в отложенной перспективе не вредит здоровью. Сегодня я хочу, чтобы мы с тобой более детально разобрали тему питания. Ну, в принципе, очень логично из прошлого нашего диалога с тобой вытекает, потому что, ну, хочешь разобраться с лишним весом, разумеется, нужно разбираться со своим рационом питания. Мы сказали также в прошлой серии о том, что как правильно важно есть, да, о том, что важно определённые промежутки, интервалы соблюдать. Сегодня я хочу более детально поговорить о том, что есть. Марин, давай начнём с того, что ты часто говоришь, что правильного питания не существует. И для многих людей это сразу прям шок, потому что, ну, мы даже так говорим, я на ПП. Как бы все об этом говорят, я на правильном питании. Мало кто говорит, что значит это правильное питание. Ну, все, видимо, по-разному его себе представляют, но тем не менее. Как так, что его не существует? Ну, потому что мы же не одинаковые. У нас разные организмы, разные непереносимости, разный метаболизм, генетические обусловленности, в конце концов, процессы в организме разные. У нас разный вес, возраст, ну и так далее. Поэтому правильное питание, это как бы предполагается, что это одно питание, которое должно подходить для всех. Ну, это же не так. Ну, какой-то принцип. Ну, принцип правильного питания, это исключили сахар, глютен, молочку, вот, собственно, тебе и правильное питание, в большинстве своём. Есть, конечно, те, которые заходят дальше. Нет, я просто могу с тобой вообще поспорить о том, что часто люди, которые говорят, я на ПП, там вообще не про сахар, глютен, молочку. Там для кого-то это ограничение жиров вообще. Ну да. Для кого-то это просто исключить фастфуд. То есть это вот, это скорее там с точки зрения нутрициологии. Ну, это знаешь, когда у меня клиенты спрашивают, они говорят, ну вот я и так на правильном питании. Я говорю, правильным для кого? Вот. Ну да, потому что питание должно быть подходящим. Вот. Под запросы вот этого конкретного организма вот в этот конкретный момент времени. То есть мы сразу, мы как бы оставляем ПП, только первое П в этом неправильное, а подходящее. Подходящее. То есть сегодня речь пойдёт именно о подходящем питании для конкретного организма в конкретный момент времени. Потому что, опять же, мы меняемся, что-то с нами происходит, и, естественно, наш рацион питания, он тоже под эти обстоятельства должен подстраиваться каким-то образом. Однозначно, абсолютно. Прекрасно. Тогда вопрос. А как подобрать для себя тот самый подходящий рацион питания? Ну, если человек не понимает, что происходит у него в организме, то никак. Только обращаясь к специалисту, который это понимает. В частности, сейчас нутрициологи. Что такое подходящее питание? Питанием мы закрываем какие-то потребности организма и усиливаем те функции, которые у нас должны работать. Например, детокс. Мы же можем питанием на него влиять. Например, сырьё для гормональной системы. Мы же можем питанием на него влиять. Например, поломка каких-то процессов. Потому что если у нас, например, поломан углеводный обмен, а мы при этом пьём витамины, которые вообще не усвоятся. Потому что это системное воспаление в организме. При нём не усваиваются витамины. И вот что тогда называть подходящим питанием? Ну, это надо смотреть через призму организма. То есть я не могу сказать, какое питание подходящее. Ладно, окей. Тогда смотри. Есть несколько подходов, которые я сейчас вижу, через которые заходят в тему питания. Первый подход – питание, которое отвечает потребностям твоего организма с точки зрения энергозатрат. То есть, грубо говоря, если ты спортсмен, у тебя цель нарастить мышечную массу, то ты в рацион добавляешь больше белка. Мы все видели вот эти тарелки в социальных сетях. Кура, грудка, гречка, рис, что-то такое. Это из разряда невкусно и грустно. Вот питание. Вот это питание для спортсменов. Они туда еще протеинчику какого-то добавили. Ну, вот они считают, что это подходящее питание. Там, если ты худеешь, ты ограничиваешь калории. Ну, это тоже, мы уже это обсуждали. Второй подход есть, который я сейчас вижу, который немножечко тревожно мне за этим наблюдать. Это когда берут какое-то состояние или диагноз в организме человека и, значит, говорят, если у вас проблемы в щитовидной железе, уберите помидоры, что там, картошку и так далее. Если у вас проблемы в другом каком-то органе, уберите еще там перечень. То есть в одном случае берут организм и цели, какие ты хочешь достичь, например, по фигуре, а во втором случае берут какой-то отдельный орган, отдельную систему, диагноз, состояние и вроде бы как под это пытаются подстроить питание. Вот какой подход правильный? Ну, и в том и в другом есть какие-то свои здравые мысли, но и неправильно, потому что, вот, предположим, человек занимается спортом, ему действительно нужно больше белка. Но вопрос ведь не только положить его на тарелку. Вопрос в том, чтобы этот белок усвоить, а потом вывести. Потому что, чтобы он усвоился, надо, чтобы в желудочно-кишечном тракте как минимум, ну, была там соляная кислота, например, да, те же самые ферменты, чтобы в кишечнике не было воспаления. Тогда он усвоится. Если он не усвоится, он будет догнивать в кишечнике. И этот человек придет к другим проблемам. А дальше его надо вывести, потому что у нас белок как устроен? Это такая как бы вот молекула, скрученная между собой, вот как клубок просто, да, и организм должен ее распутать, чтобы с нее снять аминокислоты, как бусинки. Я очень люблю этот пример. Потому что в кишечнике у нас могут только бусинки вот эти всосаться, аминокислоты сами. И потом они едут в печень, и печень уже формирует из них новые мышцы, новые там, ну, короче, вот гормоны там, например, те же самые. А не тогда белок, когда вот он по ЖКТ идет. Он нам чужеродный до тех пор. И вот когда организм его разбирает и снимает с него бусины, остается вот это азотистое основание так называемое. И оно частично идет, конечно, на то, чтобы у нас там давление поддерживалось, чтобы сосуды расширялись, а частично оно должно быть выведено. И оно выводится у нас почками в виде аммиака, ну, мочевина, мочевая кислота. Если человек, например, нагрузился белком, но при этом он не может его либо усвоить, либо вывести, будут проблемы. И они появятся не с понедельника на вторник. И потом человек идет лечиться. Например, там мочекаменная, подагра та же самая, да, давление то же самое. Белка переел. Да, и не связывает это между собой. И он думает, ну, как же так? Я спортом занимался, у меня было правильное питание. Правильное. Да, а почему у меня вот это вот все? Во втором случае, какой ты сказала? Когда мы берем... Берем проблему. Диагноз. Диагноз. Во втором случае у любого диагноза есть причина. По которой он возник. Как правило, например, если мы берем аутоиммунный диагноз, то это кишечник. Из кишечника все аутоиммунные заболевания у нас возникают. И когда мы восстанавливаем чистый кишечник, мы как бы профилактируем очень многое в организме. А если мы, например, просто для щитовидной железы нельзя брокколи. Ну, грубо говоря, там... Чего они там запрещают? Это интересная штука. Недавно вот пример прям. У одного, кстати, эксперта. У него, значит, в социальных сетях первое видео. В случае, если у вас проблемы с щитовидной железой, вам категорически нельзя крестоцветные. У неё же другое видео о том, что если у вас проблемы по гинекологии, вам обязательно нужны крестоцветные. Да, конечно. А я вот... У меня был период, когда у меня... И то, и другое. Глазили, гинекология. Так они руколом в руку ходят. Куда есть, соцветные? Да. Вопрос. Ну, вот поэтому я и говорю, что нет такого понятия, как правильное питание. Любой продукт мы рассматриваем через призму организма, который будет его усваивать. И с одной стороны, вот у нас есть щитовидка, и ей нельзя брокколи. Ну, хотя кто сказал, что нельзя вообще? Это большое заблуждение. Не, ну тазиками нельзя. А вот в рационе она должна быть обязательно, потому что это сульфорофан, без которого наша печень не будет работать. Не будет работать печень, не будет здоровью щитовидки. Ну, как бы взаимосвязанные вещи. И поэтому любой продукт мы рассматриваем через призму организма, который будет его усваивать и выводить. Частый мой пример – помидоры. Это очень такой хороший пример, да? С одной стороны, там ликопин – антионкологический фактор, один из самых мощных. А с другой стороны, там солонин – антинутриент, который запускает воспаление, который поддерживает аутоиммунную реакцию. Помидор хороший или плохой? Помидор можно в правильное питание или нельзя? И вот одни говорят – ешьте помидоры, это ликопин. Вторые говорят – не ешьте помидоры, это послёновые, их нельзя. И если человек не… А потом ещё кто-то говорит – это вообще самый плохой овощ, потому что он выращивается на пестицидах и гербицидах. Не, ну это уже другой вопрос. Это вот как сейчас, знаешь, сок сельдерея пьют. А сельдерей в списке первый, потому что он вытягивает из земли всю самую вот эту химию на себя. И поэтому не так, чтобы им можно оздоровиться, можно, наоборот, навредить. Поэтому мы всегда оцениваем диету, протокол питания, во-первых, через призму организма, а во-вторых, ну вот опять же, да, ну вот соком сельдерея, наверное, можно оздоравливаться, если вот ты его сам вырастил и сам его там подкармливал, да. А если ты непонятно, где его взял, особенно вот китайский сейчас везут, ну блин, не думаю вообще, не думаю, что он, да, как-то поможет. Ну то есть вот у любого продукта есть плюсы, есть минусы. Природа так придумала, потому что, например, овощам она дала как фактор защиты для того, чтобы они как вид выжили антинутриенты. Антинутриенты – это вот как у кого-то есть там когти, у кого-то зубы, у кого-то скорость, да, и как-то не защищаются живые существа. У растений ничего нет такого, и убежать оно не может. И поэтому ему дали, дала природа антинутриенты, чтобы, если его, например, съело животное с нестабильным ЖКТ, оно его не сможет усвоить именно из-за антинутриентов. И антинутриенты эти, ну в частности, вот, например, танины, дубильные вещества, фитиновая кислота, которые у нас, кстати, блокируют усвоение минералов, они же даны семечку для того, чтобы оно зимой вдруг не проросло и не погибло при морозе. Антинутриенты держат его активные вещества, но как только водичка побежала, антинутриенты там размочила, но раз активно прорастает, именно весной это происходит. То есть природа всё придумала. Животное с нестабильным ЖКТ съело, оно его усвоить не сможет, значит, у семечка есть шанс выпасть на землю и прорасти, и как виду сохраниться ему. Поэтому вот эти факторы прежде всего, конечно же, важны. И ещё есть такое понятие, например, вот есть такой протокол питания, который противовоспалительный, который против вот этого вот как раз метеоризма, вздутия, образования, СРК там, ну и так далее. Синдром раздражённого кишечника, если что, СРК. И там, например, есть красная зона, жёлтая зона и зелёная зона. Продукты из красной зоны нельзя ни в каком случае. Продукты из жёлтой зоны можно, но редко. Продукты из зелёной зоны можно всегда. Вот я веду клиентов. И продукты из красной зоны, например, один клиент ест и ничего. Второй мы уже выходим, когда с протокола, и он заводит продукты, начинает на него реагировать. Поэтому даже когда вот я даю, например, протоколы питания, у меня восстановительные протоколы питания есть на вот те случаи, там, заболевания, я всегда об этом говорю, что, и даю тест на непереносимость, чтобы человек протестировал себя, чтобы он отталкивался от своего самочувствия, а не от полезной и неполезной продукта. От того, есть ли у него положительная динамика или нету, например, да, потому что положительная динамика должна быть. Если ты правильно себе подобрал рацион питания, положительная динамика должна быть. Вот буквально прямо вот через несколько дней. Но если её нет, значит, он не подходит, этот протокол, даже если он полезный. Вот это буквально, кстати, получается критерий, как понять, что питание тебе подходит, ты на нём не болеешь, ты себя прекрасно чувствуешь, у тебя нет проблем по ЖКС. Никакой тяжести, вздутия, изжоги, метеоризма, газообразование, со стулом всё в порядке, это тоже один из вариантов. Это, знаешь, как часто спрашивают, мне говорят, Алёна, вот у меня реакция на фрукты, вздутие в кишечнике, как мне их правильно есть. Я каждый раз в таком изумлении нахожусь и думаю, тебе организм вообще чётко говорит… До еды или после еды. Да-да-да, как их правильно-то есть. Организм чётко говорит, что вообще-то тебе их не надо сейчас есть. А ты спрашиваешь, а как их правильно есть. Не, но бывает симптоматика, которая не связана конкретно с продуктами питания, она связана больше с тем, как работает наш организм, наш ЖКТ в частности, да, потому что если у него там сбиты все органы, то, конечно, он даже те продукты, которые, в общем-то, могли бы лучше своё здоровье, он просто не принимает. Часто такое с жирами, например, происходит. Человек говорит, ну, может быть, жиры и полезны, но я не могу их есть, меня от них тошнит. Или, например, мясо. Когда белковый обмен поломан, кислотность там снижена, и человек говорит, ой, мясо – это такой тяжёлый продукт вообще. Я не могу его, я только его съем, и он переходит, ну, там, съем и сразу плохо, и он переходит на супчики, на салатики, на что-то полегче. И усугубляет проблему, потому что у нас в организме так устроено, что если мы не используем это как функцию, она как бы за ненадобностью атрофируется. И человек, исключая мясо, думая, что он себе помогает, наоборот, себе вредит. Вот, а давай про мясо. Прям вообще тоже тема важная, потому что с одной стороны нам кричат о том, что нужно мясо – это витамины группы В, это белок, это гемовое железо, и тут тебя тянут за эту руку. С другой стороны, тебе говорят, мясо – это фактор воспаления, мясо закисляет организм, не для осознанных людей. Мы должны отказываться от мяса. Как быть? Ну, вот и те, и другие правы. Потому что это зависит, опять же, от организма. Есть люди, например, у которых, опять же, поломки белкового обмена, да, и они не усвоят мясо, и они ничего из него не получат, но, как в любом продукте, есть полезные вещества, а не очень, те, которые должен организм усвоить, и те, которые вывести. И вот эти вещества, которые надо вывести, они их нагрузят. Ну, в частности, пурина, например, да, в частности, действительно закисляться организм будет, и никакой пользы от него не получат. А если организм работает нормально, то получим мы всё, что надо – метильные группы, гемовое железо, незаменимые аминокислоты, и выведем то, что не надо. Хороший это продукт или плохой? Не от продукта зависит, зависит от организма, что он может. И тут, конечно, вопрос, что, например, сейчас говорят, пожилым людям не надо так много белка. Да пожилым людям надо в разы больше белка, потому что он уже не усваивается, и, следовательно, ну, как-то его надо восполнять, потому что мы же это, ну, белковые тела. Но, с другой стороны, организм пожилого человека не может действительно усвоить мясо. Ну, трудно уже, да, потому что не работают уже так же КТ должным образом. И здесь как раз надо подбирать продукты, подбирать аминокислотные, возможно, какие-то комплексы и так далее, чтобы и дать белок, и не перегрузить систему детоксикации. Ну, вот это от чего зависит? Какое это правильное должно быть питание? Но если говорить в долгосрочной перспективе и в общем, мясо всё-таки нам нужно или нет? Конечно, конечно, нам нужно мясо. В нашем организме слишком много вещей зависит от того, получаем ли мы полноценный источник белка. Потому что растение всё-таки не полноценный источник белка. Потому что, во-первых, ну, опять же, того же гемового железа, да, там негемовое железо, которое гораздо хуже усваивается. Опять же, растительный белок усваивается на 60% с копеечкой, а животные на 90% с чем-то. У нас организм устроен, ну, кислотность для этого нам дана, да. Опять же, эти аминокислоты незаменимые, которые можно, конечно, растительным белком, но трудно. И самая вишенка на торте – это метильные группы. Метилирование происходит в каждой клетке нашего организма. Но это процесс, который за очень много функций отвечает. Мы без метилирования не жили бы. И вот метильные группы мы не получаем ни с чего больше. Ни с чего больше. И их надо тогда датировать. Давать. Потому что если человек не ест мясо, ну, есть там вегетарианцы, например, которые по этическим каким-то причинам не могут есть мясо, тогда надо поддерживать организм, чтобы получать те вещества, которые мы получаем из мяса. Но если у человека нет никаких этических соображений, а есть просто неприятие белковой пищи животного происхождения, потому что ему от неё плохо, тяжело, изжога, тяжесть, запоры и так далее, то, конечно, с этим надо работать и не отказываться от мяса. Понятно. Опять же, в области ЖКТ лежит основной вопрос здесь. Окей, давай про мясо сказали. Ещё один такой важный блок продуктов, про который тоже много споров, это молочка. Стоит исключать полностью, не стоит исключать вообще и демонизировать. Кому-то можно, кому-то нельзя, в каком количестве. В общем, как-то давай более подробно эту тему раскроем, потому что сейчас часто нутрициологов обвиняют в демонизации продуктов и прежде всего в демонизации как раз-таки той же самой молочки. Ты ешь молочку или нет? В твоём рационе есть молочные продукты? Есть, но немного. Но когда я восстанавливалась, я её убирала полностью. Давай начнём с того, что ни одно живое существо, кроме человека, не пьёт молоко во взрослом возрасте, особенно молоко других видов. Ну, могу тебе возразить тут. У меня кошке, если дать молоко, она будет его пить. Ну, кошка в природе, например, навряд ли. Ну, конечно, если она его найдёт, она его убьет. Нет, ну, в плане, если ей дать, то она от него не откажется. Да, да. Она не откажется, конечно, не откажется. Но это не так, чтобы она прям вот его ест там где-то в дикой природе. Она его не найдёт просто в дикой природе нигде. Ну, нет такого, чтобы вот в природе грудное вскармливание закончилось, всё. И живое существо это переходит на другие источники питания. Но это даже не это самый главный фактор. Дальше. Молочные продукты бывают фермерские, настоящие, натуральные, а бывают магазинные, промышленные. И это два разных продукта. Потому что любой продукт природного происхождения, тот, который нам дала природа, он содержит ферменты, которые помогают его же расщеплять. Например, ту же лактозу, тот же казеин, например, да, которые содержатся в молочке. И они трудно усвояемые для нашего организма. Вот в фермерском молоке, если вы там, ну, знаете этого вот человека, который выращивал, или там лично эту корову, да, и доверяете, тогда ещё ок как-то, да, сметану, например, там творожок. Пастерилизованная молочная продукция не содержит этих ферментов. И по факту вы получаете эти тяжёлые вещества, но расщепить их нечем. Наших ферментов недостаточно. В молочке содержится лактоза, это молочный сахар, и казеин. Ну, лактоза, бог с ним бы ещё, если нет лактозной недостаточности, то окей. А вот казеин – это сложно усвояемый белок. У нас у всех сейчас из-за того, что у нас много углеводов, малоподвижный образ жизни, мы практически там, ну, спим как попало, у нас у всех снижены эти функции, и мы не можем расщепить этот белок. И он, получается, догнивает в кишечнике, вызывая воспаление. И самое главное, что в молочке плохое, это инсулиноподобный фактор роста, который позволяет телёнку с 30 кг вырасти до 300 кг за год. Это инсулиноподобный фактор роста, который у нас задирает инсулин, а задранный инсулин приводит уже к очень отдалённым последствиям вплоть до онкологии. По поводу казеина. Очень много споров, очень много мнений разных. В частности, от представителей фитнес-индустрии, потому что люди, которые активно занимаются спортом, для которых цель набор мышечной массы, казеин – это один из источников. Это долгий белок. Да, то они наедаются. Нет, они за счёт этого его и любят. Потому что казеин надо выпить на ночь. Тогда, когда ты не получаешь никаких других источников, а он будет долго усваиваться, он 8 часов, по-моему, усваивается. Например, сывороточный протеин, ты выпила, и он тут же в мышцы залетел. Мышцы нагруженные, они требуют белка для того, чтобы расти. А казеин – это долгий белок, который у тебя будет всю ночь давать твоим мышцам как раз расти. Потому что они же именно во сне восстанавливаются и растут. Вот за это они любят казеин. И тут да, казеину нет равных. Но обычный организм, особенно, который уже, знаешь, такой не самый идеально работающий, казеин нагрузит. А бывает такое, что это спортивное. То есть человек занимается спортом. Он, как это называется, на массе, да, там постоянно тренировки. При этом он нагруженный, обалдеть как. В ЖКТ там уже непонятно, что происходит. Но при этом человек вот сидит на творожке, на казеине в этом случае. Слушай, ну тут я не комментирую. Я как бы, ну потому что много факторов слишком, да. Помимо того, что человек тренируется, занимается, хочет мышечную массу, помимо этого надо не забывать ещё, что у него есть обменные процессы, что он тоже будет не молодеть, да, что будет снижаться метаболизм, как только он прекратит вот эти интенсивные тренировки. Потому что метаболизм – это такое понятие, как вот люди говорят, у меня медленный метаболизм, а у меня быстрый. Такого не бывает. Вот мы пошли – метаболизм ускорился. Вот мы сели – метаболизм замедлился. Ну то есть метаболизм реагирует на наш образ жизни. И поэтому пока человек занимается, да, у него там всё сгорит, грубо говоря, да, но как только он перестал заниматься, тут же видишь, генетическая обусловленность тоже важна. Потому что, например, у человека есть по онкологии подарочек от родителей, да. И вот этот инсулиноподобный фактор роста, ну вообще не надо. А у второго нету. Ну и он более-менее будет это есть и не доедет до туда. Ну как бы это тоже надо учитывать. И опять мы возвращаемся к тому, что питание должно быть подходящее. Знаешь, что мне нравится сейчас? Прямо у меня в голове лампочка загорелась. Вот когда речь идёт про бизнес, про какой-то, да, ну или про какие-то крупные проекты в нашей жизни, мы всегда как бы думаем наперёд. У нас есть план там на 5 лет, на 10 лет, мы какую-то стратегию продумываем. Или сейчас вот, например, там инвестиции, да. Люди задумываются, а что будет вот с финансовым положением спустя какое-то время. А ведь со здоровьем та же самая история. То есть когда мы подбираем рацион питания, мы должны немножечко вперёд заглянуть. А, собственно, а что я хочу получить? Через 5 лет, через 10 лет. То есть это тоже такая, должна быть какая-то стратегия, как вот ты этот рацион питания свой выстраиваешь. Ну да, интересно. Вот человек, например, делает новый ремонт. И он часы просто проводит там в строительных магазинах, выбирает себе кафель там, обои, что-то, мебель там, да. И не готов потратить какое-то время, чтобы разобраться со своим организмом. Он готов туда вкладывать деньги, вкладывать время, потому что ну как бы вот. А свой организм же это же не ремонт, который можно переделать. Блин, кафель поменять там, да. Другие обои сделать, да. Пожалуй, да. Короче, прикольно. Надо понимать, какие продукты вот к чему ведут и надо ли нам это или нет. И ещё важная мысль, да, о том, что любой продукт, это всегда какая-то, как на весах, да, мы взвешиваем. Ну это вот кисломолочка как раз, когда я знаю, что спросят. А кисломолочка? А кисломолочку мы едим за что? За ферменты. Ферментированные вот эти продукты, бактерии, которые улучшают наш иммунитет, которые там на кишечник хорошо влияют, лакта прежде всего. Так мы же их можем получать из других источников. Например, та же квашеная капуста. Гораздо богаче состав. Но при этом в квашеной капусте, например, не будет вот этих вот инсулиноподобного фактора роста, который нагружает твою генетическую обусловленность, да. Козеина, который будет догнивать в кишечнике, усиливая воспаление, да. И лактозы, которая сломает углеводный обмен, приведёт к инсулинорезистентности. А инсулин – это один из гормонов роста. Второй – кортизол. И вместе они поднимают эстроген. И вот, пожалуйста, эти три трамплинчика для уже неприятных последствий. Поэтому всегда вот когда молочку, например, кисломолочку взвешиваем, вот ради ферментов я получаю ещё и вот это. И всегда вот какая-то чаша весов перетягивает. Но это опять же зависит от организма конкретного. И какому-то… Вот ты спросила меня, ем ли я молочку? Да, я могу, например, положить ложку сметаны в борщ. Мне вкусно. Могу, например, там, если вдруг я там завтракаю сырниками или блинчиками. Но это очень редко бывает. Блинчики вообще там раз в год, наверное, в моей жизни. А сырники, ну, не чаще, чем раз там в два месяца, например. Не потому, что я себя ограничиваю. Потому что я не люблю. Мне невкусно. А раньше я сырники очень любила. Там с изюмчиком, знаешь, такой, со сметанкой. А мне сейчас просто невкусно. Я не этим наедаюсь. Мне не хочется уже этого всего. Вот. И поэтому у меня из молочки что ещё может быть? Творожок. Сыр. Сметана. Да, да. И сыр. Вот сыр – это тоже ферментированный продукт, в котором уже этими ферментами… Потому что, ну, как бы я рекомендую только твёрдые сорта, типа вот пармезан, пятилетние выдержки. Там эти ферменты уже расщепили тот козин и уже расщепили ту лактозу. И поэтому это, да, тот продукт, который, пожалуй, чаще всего у меня. Ну, там раз в неделю, например, я могу себе позволить… Не позволить, а раз в неделю мне хочется, например, там сыра. Ну, может, реже. Вот. И молочка для меня не стала каким-то вот таким… Хотя раньше, например, я кофе с молоком. Ну, то есть вот, да, раньше молочка была. Сейчас не хочется. По молочке ещё очень важный. А откуда мы будем кальций получать? Кальция в молоке нет. Вот просто успокойтесь на этот счёт. Потому что даже тот кальций, который есть, он не биодоступен для нас. Ну, то есть скажем, что он есть, но он просто не биодоступен. И так как он не биодоступен, его организм не может усвоить, и на этом уровне как раз идёт тоже закисление. А закисление требует минералов для того, чтобы снять его, потому что у нас есть ацидоз, алкалоз, ну, как бы закисление, защелачивание, и организму надо вот этот баланс поддержать. И поэтому молочка усиливает воспаление, и организму нужен кальций, он его забирает из костей, собственно. Поэтому мы не получаем из молочки кальций. Это давным-давно уже опровергнутый, как бы, ну, такой опровергнутый миф. Вот если, например, ферментированная молочка, там, да, там есть вот эти ферменты. А если постерилизованная, нет, магазинная. И поэтому кальций откуда появляется в молоке? Трава. Коровка ест травку. Ну, так ешьте травку, там гораздо больше безоступного кальция. Только разжевать надо очень тщательно эту травку, чтобы опять же высвободить ферменты, которые есть в травке. И они помогают усвоению тоже, они помогают пищеварению. Ну, то есть в продуктах, в принципе, всё есть. Обалдеть, сколько. Ну, давай, я думаю, что вот основную мысль мы уже понятно донесли о том, что, да, любой продукт — это всегда польза, то, что нужно усвоить и то, что нужно вывести. И это всегда относительно конкретного организма. Почему мы говорим «подходящее питание»? Потому что это можно сказать только конкретно организма конкретного, который будет усваивать, выводить и так далее. Это, надеюсь, понятно. Но ещё один у нас остался продукт, который тоже много мифов вокруг него, много обсуждений. Одни говорят, категорически нельзя, убирайте. Другие говорят, прекратите демонизировать. Это глютен. Есть, не есть. Знаешь, мне понравился пост одного эндокринолога, по-моему, это или диетолог был, не помню уже сейчас, которая честно написала. Я раньше говорила, отвалите от глютена. Глютен вообще тут ни при чём. Но сейчас я начала исключать его из рациона своих клиентов и увидела результаты. Поэтому глютен сам по себе не надо демонизировать. Это просто белок. Опять же, как икозеин. Да, который содержится в продуктах. Вот когда он начинает преобладать, вот тогда начинаются все проблемы. А так как сейчас у нас его много в рационе, и плюсом ещё помимо глютена у нас есть то, что запускает воспаление, а глютен его просто поддерживает, потому что глютен по факту это клей. Он заклеивает просто ворсинки нашего кишечника. Мы ничего не усваиваем, мы ничего не получаем, но мы получаем воспаление. А воспаление запускает проницаемость кишечника и аутоиммунные болезни, которых больше 140. Поэтому глютен как бы это не то, что должно быть полностью исключено из рациона. Я вообще... Для меня хлеб, честно говоря, это... Я не знаю, мне кажется, можно отказаться от всего. Сахар, молочка, ну его вообще без проблем. У нас же есть рецепторы такие во мозгу. Глютоморфин. Он активирует вот это вот всё. И мы получаем реально наслаждение, поэтому от этого трудно отказаться. Знаешь, с сахаром, например, отказываешься от сахара, потом возвращаешь в рацион, и невкусно, слишком сладко и не хочется. С глютеном не так. С глютеном не работает вообще. Это подстава, потому что ты отказываешься, а потом пробуешь и думаешь, какой вкусный хлеб, что, вот как. Но если вообще углубляться, то вот этот вот запах свежеиспечённого хлеба, это же реакция гликирования. Это вот как раз этот запах, который вот возбуждает рецепторы наши. И некоторые производители этим пользуются. Они, это я когда в Краснодар, в Краснодар мы приехали, когда я увидела это первый раз, когда пекарни на каждом шагу, и они выбрасывают вот этот запах социально-искусственный, да. И идёшь и прямо, боже, свежеиспечёнными булочками. Заходишь туда, там прогороклым маслом пахнет внутри. Ну, то есть они этим пользуются, потому что на самом деле это очень, мы зависимы от этого. Ну, как бы, если понимать, как выстраивается рацион, что нагружает наши системы, да. Вот у меня, например, я чётко знаю свой край. Я чётко знаю, докуда можно, а где уже надо, ой, затормозить. Я ем хлеб вполне себе, я могу есть, например, когда мы вот путешествуем куда-то, там же везде в отелях, например, там круассаны. Я всегда съем в отеле круассаны, я никогда себе не откажу. Но я чётко знаю, докуда можно. А где вот прямо надо остановиться и убрать. Ну и плюс хлеб. Сейчас же есть хлеб разный, есть безглютеновые, есть вот эти вот хлебцы, которые меня очень сильно выручали, гречневые. Пекут хлеб на закваске, пекут хлеб из гречки, например. Ну, то есть выходы есть. Эти хлебцы, которые когда-то выручали, я на них смотреть, честно говоря, не могу. А ты знаешь, вот интересно, я, например, когда только начала, мне надо было просто на что-то положить, там рыбку, положить масло, авокадо. И мне было капец как невкусно, потому что это на самом деле пустая еда. Ну, просто пустая, абсолютно безвкусная еда. Причём углеводы. Ну, вот положить куда-то надо. И потом, когда я уже выходила с протокола, когда я начала возвращать хлеб, я положила на кусок хлеба вот этот лососик свой. Я думаю, блин, на хлебцах вкуснее. Понимаешь? У меня не было. Сейчас я тоже их не люблю. И я не хочу. Но тогда мне казалось, блин, на хлебце вкуснее. Мы ко всему привыкаем. Я знаешь просто, к чему хочу подвести? Вот мы говорим о том, что питание должно быть подходящим. И мы говорим с точки зрения потребностей организма, вот именно физиологических. Чтобы не было лишнего воспаления, чтобы ЖКТ работал нормально, чтобы у тебя хватало энергии, потому что всё-таки одна из основных функций еды — это именно энергия. Но есть ещё одна очень важная функция еды. Это тоже рацион должен быть подходящий. И это удовольствие. И вот реально не может быть невкусно и грустно. Ну правда, должно. Это жиры. Вкус еде придаёт жиры. Жирненькая, значит, вкуснее. Ну вот хлеб тоже. Ну да, хлеб тоже. Но понимаешь, когда мы едим обезжиренную еду, она сухая, она невкусная, потому что жиры как раз усиливают вкус, они придают вкус, они насыщение дают нам. И жирная еда, ну я имею в виду, конечно, в меру жирная, потому что бывает такая, что просто... Сейчас, когда ты говоришь жирная, люди представляют себе какой-то, знаешь, пирожок в масле такой нажаренный, на рафинированном подсолнечном. Нет, я имею в виду, что, например, вот мы сварили гречку и съели её на сухую. Или мы сварили гречку и положили туда кусочек маслица, например. Да-да-да. Мы поджарили курицу без масла на тефлоновой сковородке, да, или мы её сделали, например, там на масле ГХИ с лучком, там, например, да, там какой-то вот жирный, там пусть даже сметаны добавили. А жиры усиливают вкус, потому что вот такая еда, она невкусная. И поэтому человек, который делает себе якобы правильное питание, его в какой-то момент, ну прям реально это невкусно и грустно, и он всё равно срывается. Но желчный уже не работает, потому что нет жиров, нет желчи. И он начинает тошнить от жирной еды, и он думает, что это жирная еда тяжёлая. Или тот, который не ест мясо, его организм не может усваивать мясо, он думает, мясо это тяжёлый продукт. Нет, всё зависит от возможности организма, от того, может ли он усваивать этот продукт, может ли это... Если он не может усваивать, этот продукт не приносит пользу. Если может усваивать... Ну я хочу просто тоже, чтобы мы зафиксировали вот эту важную идею о том, что вкусно тоже должно быть. Но всё-таки у вас еды это удовольствие. Одна из функций еды. И сейчас мы опять приходим к тому, что всё-таки можно сделать вывод, что главное в том, подходит тебе питание или нет, это способности твоего желудочно-кишечного тракта. Ещё есть один момент, на который никто не обращает внимания, потому что даже если у тебя не просто правильно, а подходящее питание, всё выверено там по всем стандартам, но если ты в стрессе, ничего не усвоится. Самое главное, это мы не замечаем, что мы живём в стрессе. Прекрасно, что ты сейчас про это вспомнила, потому что у нас уже на канале есть один готовый подкаст про стресс. Как раз-таки в серии «Идеология здоровья», поэтому обязательно переходите и смотрите «Стресс и состояние желудочно-кишечного тракта». И второй момент, что вам ещё важно посмотреть, если вы сейчас задумались, что пора действительно подобрать подходящий рацион питания, внизу под этим видео мы оставляем ссылочку на бесплатный курс «Здоровье без таблеток», где в трёх вебинарах Марина подробно рассказывает о том, как устроен ваш организм, как работает желудочно-кишечный тракт, что делать для того, чтобы помочь ему усваивать и выводить всё то, что мы едим, как подобрать этот рацион питания и диагностика. Очень тоже важный момент. Какие анализы задавать, на какие показатели опираться? Внизу по ссылочке переходите, регистрируйтесь обязательно и ждём вас на бесплатном курсе. Вот. Я благодарю тебя за этот сегодняшний ценный диалог. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!